Широко растиражированная центральными каналами беседа Владимира Путина с рыбаками показала, платной рыбалки в России, видимо, не будет. По крайней мере, в глобальных масштабах. А что касается Забайкалья, наш корреспондент Ирина Трофимова пообщалась с представителями Краевого рыбнадзора и рыбаками-любителями. Проект федерального закона о любительском рыболовстве обсуждается рыбаками, депутатами уже не первый месяц. Точку в обсуждении, кажется, поставил премьер-министр Владимир Путин. Масштабной платной рыбалки для большинства рыбаков-любителей не будет и быть не должно. Об этом частенько обращаются, к нам звонят. Вот, слышали, все, везде будем платить. Ничего подобного у нас в Забайкальском крае не произойдет. Я предполагаю, что с развитием рекреационного рыболовства, так его назовем, у нас, возможно, в Забайкальском крае будет несколько водоемов, в которых на сегодняшний день нет рыбы, которые будут зарыбляться. Как правило, эти водоемы могут быть небольшие по площади. Единственный пока в Забайкальском крае удачный проект – это созданное собственноручно предпринимателем Вениамином Мальцевым озеро в Нерчинском районе. Земля взята в аренду, и в водоеме местный бизнесмен разводит рыбу. В основном карася и сазана. Рыбаков, нерчинских и приезжих, которые прибывают сюда с удовольствием, пускают рыбачить за 25 рублей в час. От желающих отбоя нет. Остальные, взятые в аренду для зарыбления озера, можно перечесть по пальцам. Это озеро Бальзина, Дульдургинский район, озеро Делюн в Акшинском районе, озеро Киргенду в Читинском, Большой и Малый Индугун также в Читинском районе. Ни на одном из взятых в аренду озер пока не разводят рыбу. А значит, никто из предпринимателей не имеет права брать плату за рыбалку. Забайкальский территориальный отдел Росрыболовства предлагает также внести изменения в список видов рыбы, которых можно отлавливать только по именной лицензии. Предложение нашего теруправления, нашего отдела, в этот перечень включить нашего Хариуса и Ленка. Таймень там уже есть? Ну, Таймень там в этом списке уже есть. Значит, я думаю, что эти предложения должны будут поступить не только от рыбоохраны, но и от субъекта, от Забайкальского края. Ленка, Хариуса и Таймень легальными и запрещенными способами очень много вылавливают в Красночекойском районе. Это отдельная проблема. На последнем заседании правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса было принято решение увеличить штат рыбинспекторов как минимум в два раза. В Забайкале работают всего 10 человек. В Каларском районе сотрудника нет совсем. Люди требуются также и в Красночекойском, Петров-Забайкальском районах. Сами рыбаки-любители имеют свое собственное мнение о нововведениях. Большинство рыболовов, с которыми я общался, на эту тему разговаривал, обсуждают этот момент. И, можно сказать, вдохнули облегченно. Какая-то есть передышка, какой-то есть момент, что все-таки закон будет доработан, закон будет принят в силу, и никаких денег непонятных взыматься с рыболовов-любителей не будет. Ирина Трофимова, Сергей Рычков. Время новостей.